здравствуйте друзья пару дней назад буквально я читал форум говорим про вес так почитывал и там девушка одна не знала как вот дальше жить то есть то ли пойти на мастера учиться получать американского мастера то ли вот там я не знаю что просто пойти работать и расти на работе там и так далее ну и вот там некоторые ночи такая дискуссия была и я а я ей написал я говорю об мастер это с какой целью но то есть все таки получение степени мастер это это цель это не цель сама по себе а это средство с помощью которого достигается какая-то цель и вот я когда читал ее вопрос который она там задавал а я вижу что цель явно не просматривается то есть пока что нужен путь который к какой-то цели потом приведет и в принципе когда например вот вот и света мы с тобой поступали в институт связи правда вот мы же не знали что будет после этого но мы знали что как путь это правильно на получить высшее образование а то вообще в армию заберут но вот не девочку на мальчиками 1 там и так далее то есть понятно что надо получить высшее образование вот в данном случае у нее есть высшее образование она приехала в другую страну и она конечно хотела бы работать то что у нее Не очень получалось с работой и я думала может быть получить степень мастера поможет Дело в том что хочется верить Понимаешь хочется верить в какие-то простые вещи вот и вот это сделал тебе за это что-то дали вот это сделал вот за это что-то дали а то что допустим 3 получил образование оказывается надо чему-то соответствовать еще понимаешь Вот это как-то вот такая мысль, которая отталкивает, можно сказать. Ну, дело в том, что трудно вновь приехавшему человеку, да, сразу чему-то соответствовать. Это, как мы говорим, как опыт приходит с экспириенсом, да, нужно сначала... Экспириенс приходит с опытом. Ну, в общем, неважно, это как качество не то. У нас говорят, как бы, замкнутое кольцо, и непонятно, где начало и где конец. То есть для того, чтобы получить опыт, нужно уже поработать где-то, а чтобы поработать, нужно получить опыт. И непонятно, как войти. Я-то, Света, на самом деле, к другому совсем клонял. Я прочитал вот эту дискуссию на форуме, написал, чего я там хотел. И дело было вечером, пошел перед сном посмотреть, что там на Блумберге пишут. И прямо, знаешь, вот как управление событиями в жизни, значит, только я этой темой озаботился. И тут вдруг статья. Прямо в Блумберге. То есть это какие-то солидные издания. И там пишут, что вот женщина, которая, она, по-моему, то ли CEO в Фейсбуке, то ли на какой-то там другой высокой позиции. Я ее не знаю, фамилии не помню, сказать ничего не могу. Но какая-то очень высокопоставленная женщина из Фейсбука. И она в Твиттере у себя облажала вот эту идею получения мастера. И она говорит, что вот мы в Фейсбуке, она говорит, когда людей берем, нам пофигу, есть у тебя мастер или нет у тебя мастера, из какой ты школы, там еще чего-то. Мы смотрим, насколько ты вообще в состоянии, значит, вот решать задачи, которые у нас есть, там подхватить то, подхватить это. И мы как бы готовы тренировать человека тому, что мы делаем, да, если этот человек достаточно как бы хорош, пусть он будет из другой даже индустрии, совершенно не обязательно, чтобы это было из компьютерной индустрии и так далее. Но вот они, видимо, по бизнесу, там, не по программированию, а там по бизнесу, ну и так далее. И вот, значит, а в статье пишут, что вот мало того, что эта тетка сказала, а еще за несколько дней до этого, там какой-то другой очень ответственный мужик из айтишных дел, из технологических, тоже на эту тему вот высказывался, что, в общем, никакой ценности в степени мастера как бы нету. И я думаю, я думаю, что здесь как бы надо разделить на две части. Да, конечно. Значит, первая часть, когда они смотрят на какие-то топовые позиции, где решаются какие-то серьезные вещи, тебя за степень мастера не возьмут. То есть надо, чтобы ты соответствовал чему-то еще, кроме степени. Но есть позиции попроще, например, где тоже достаточно большая конкуренция и где более формальный, может быть, отбор людей. Вот, то там, наверное, это играет какую-то более важную роль. Я бы по-другому сказала немножко. Дело в том, что ты рассматриваешь очень узкий сегмент маркета, который связан непосредственно с технологиями, чем-то еще. Дело в том, что здесь же не случайно, здесь сдвоенная программа, мастер и PHT. Да. А можно просто мастера получать? Можно, да. Но, в принципе, программа эта идет, она сдвоенная. Есть сдвоенная тоже, да. И смысл этого очевидно в том, что если вот undergraduate программа, то, что у нас называется, бакалавр, да, она приучает тебя пользоваться ресурсами, да, учит тебя грамотно пользоваться ресурсами, знать, где найти, какие существуют системы, какие подходы, да, то, наверное, мастер и PHT программа, они направлены в сторону больше научности, да. То есть они тебя учат методом решения научной. Ну, PHT это точно научная система, да. Да, конечно. Поэтому точно так же, как и в нашей бывшей действительности, да, не всем нужно быть кандидатами наук и решать какие-то научные проблемы. Ну, все-таки, да. Давай мы про бизнес. Отключись от инженерного. Вот мастер в бизнес-администрейшн, MBA. Вот насколько MBA открывает двери? Вот по сравнению, скажем, с бакалавром в бизнес-администрейшн. Нет, я хочу сказать, что здесь немножко, да, это другая ментальность. Здесь degree само по себе нигде двери не открывает. Вот и все. Подожди, подожди. Есть школы, диплом которых двери открывает. Их очень мало. Это немножко не так. Там не просто диплом открывает двери. Есть действительно, да, какие-то школы, которые находятся в списке крупных компаний. Нет, нет, их просто их по пальцам пересчитать, эти школы. Правильно. Диплом которых действительно открывает двери. Правильно, но оно не так происходит. Их приходят туда, нанимают прямо в учебные заведения и отбирают самых лучших из лучших. И, в принципе, мастер тоже не играет там никакой роли. Они все мастера там, но из них отбирают лучших. Это другая песня совсем. Это о другом. Смысл всего в том, что если обычный человек хочет устроиться на работу, то он должен устраиваться на работу. И речь не идет о том, а не получить ли мне дегри, поможет ли это получение работы. Я думаю, что нет. Но понять, действительно, а как вот без опыта, вот так вот без мыла, можно сказать, втиснуться в эту индустрию, где всем нужен опыт. Вот это отдельный вопрос, да. И мы в свое время над этим вопросом ломали голову и поняли, что только бесплатный труд каким-то образом позволяет... Это зависит на волонтерский, приобрести опыт какой-то. Ну, в частности, в частности. Да, потому что иначе не втиснуться. Твоя фраза, как без мыла втиснуться, мне напоминает, у меня была такая хохмочка, вот как понять, что говорят, что там Иванов стал без мыла влез в тестеры. Значит, переводится так, что у него не было адреса и электронной почты, но работу он нашел. Ну, вот это вопрос сложный, и он стоял... Это мечеть, друзья, справа, это мечеть. Да, и вот это вопрос сложный, и он стоял и 25 лет тому назад, и это был замкнутый круг, но... То есть мы смотрим тот аспект этого дела, что вот из нового человека, новый иммигрант, насколько новому иммигранту поможет степень, там, американского мастера. Да, дело в том, что когда компания нанимает человека, у них формально и есть вот это описание позиции, job description, но на самом деле очень часто это формальное описание совершенно не соответствует тому, что нужно делать. И уже когда есть живой человек, который просто пришел на интерншип или на волонтерствовать, или договорился со знакомым, что он бесплатно посидит в компании, что-то поделает, когда есть живой человек, и люди вокруг видят, что он в состоянии, что-то такое разумное делает, да, то ему могут предложить сначала там работать консультантом, а потом, может быть, в сад взять, если появятся там какие-то... Ты сейчас описала очень узкий класс компании, потому что волонтером в компании брать нельзя, только если в нон-профит какой-нибудь... Ты знаешь, что в свое время я даже устроилась, ну, послушай меня, я даже-даже ходила несколько дней в НАСУ, хотя НАСУ это государственное учреждение, ни по какому не по блату. А как ты в НАСУ попала? Ты знаешь, я уже сейчас не помню, был очень давно... А я тебе расскажу, я тебе расскажу, там был дядька, начальник отдела в НАСУ, он был баптистом, и мы как-то попали на какую-то... кто-то нас привел в какую-то баптистскую церковь, мы там познакомились, и он тебе говорит, приходи. Это было по блату. Ну, значит, это путь, да, значит, это еще один путь, да, как без мыла попасть куда-то, да, через баптистскую, вот, пожалуйста, церковь, например. Да. Вот, и здесь блат не имеется в виду, как... Нет, это блат, это все-таки отдельная история. Это не такой блат-блат, это мы с человеком один раз увиделись, там, разговаривали... Да, это блат приобретенный, а не врожденный, да. И здесь в Америке очень много делается именно на таком роде знакомств, да, что ты... Да, ну, сейчас есть LinkedIn, и ты можешь заводить знакомства, и, конечно, на ладж сходить с человеком. Да, и сейчас уже LinkedIn, надо сказать, по сравнению с тем, как он начинался, да, что он гораздо более терпимым ко всякого рода целлюзитричным... И к незнакомым людям, да. Да, хотя, хотя я тебе скажу такую вещь, что и уровень ответов на какие-то запросы очень минимальный, потому что люди туда не смотрят... Нет, уже утомили. Да, если только он непрофессиональный рекомендарь, не ищет кого-то. Я тебе скажу, Свет, сейчас очень интересную вещь. Я не знаю, ты заметил это или нет, но вот я, например, на своем аккаунте в LinkedIn замечаю последние месяцы, наверное, два или три, какой-то ураган желающих подписаться к тебе, да, из абсолютно неадекватных нашему делу отраслей и из государств, находящихся по всей планете. То есть, когда люди, допустим, там из России и Украины, меня не удивляет, потому что я понимаю, они могут нас знать по этому каналу на YouTube, да, то есть меня это не удивляет, что они из каких-то других отраслей. Но когда из Индии, из Пакистана, из Бангладеша, из Нигерии, из Каймановых островов, понимаешь, какие-то люди вот норовят с тобой там законтачиться, у меня такое ощущение, что они, может, курсы где-то проходят. Нет, я думаю, что там что-то произошло с софтвером. Дело в том, что раньше, вместо того, чтобы законтачиться, ты должен был указать, откуда ты этого человека знаешь, что ли ты работаешь с ним вместе. Это было очень давно. Это было давно, да. Но раньше, если ты не мог указать, то тебе сам софтвер не давал возможности написать. Сейчас гораздо проще все. А сейчас стали, да, мало того, если ты все-таки ухитрялся проникнуть какому-то незнакомому человеку, то он мог тебе написать, что это спам, и тебе вообще чуть ли не аккаунт закрывали. Да, опять в случае аккаунт закрывали. А сейчас это все стало намного терпимее, намного спокойнее. То есть люди, с одной стороны, они туда не заходят, я вообще не заходил, не помню, когда я последний раз туда заходила. А с другой стороны, ну, кто-то там хочет, но я не буду с ним подписываться. Ну, плевать, но не важно. Хорошо. Я не хочу, чтобы мы сильно уходили в обсуждение Линкдина, на которое это давно не заходило. Мы возвращаемся все-таки к степени мастера дегри и насколько это важно, и насколько вообще американское образование важно. Вот скажи, важно американское образование, если ты хочешь искать работу в США? Вот ты приехал, у тебя грин карты. Ну, я считаю, вообще любое образование важно, да, в какой-то стране ты не жил. Вообще образованный человек лучше, чем человек не образованный. Не об этом речь. Ты можешь иметь там, ты можешь закончить, я не знаю, МГУ или там МГУ имя Баумана, но тебе говорят, у тебя нет, ну, какие-то люди тебе говорят, а таких людей много, и, как правило, это люди, которые не устроенные сами, а где-то они учатся или что-то. Но вот они говорят, вот без американского образования ты не устроишься, а с американским тебя сейчас порвут. Я смотрю, как 40-летние мужики Света. Я бы сказала так, что образование важно. Да, я закончу. 40-летние мужики с высшим образованием и с опытом работы и так далее идут и там по 3-4, там по 5 лет получают, к 45 годам получают какого-то местного бакалавра. И выходят вообще по количеству. И это вообще такой нонсенс, что просто слов нет. Дело в том, что, как я уже сказала, что образование важно само по себе. Нужно его иметь, и не важно из какой стороны оно. И все дипломы, в конце концов, бывают учреждения, где требуется формальное образование. И если есть формальный диплом, то его можно утвердить, его можно перевести. В общем, это не проблема. Удовлетворить формальные требования. Удовлетворить формальные требования. То есть образованным человеком быть лучше. Это повышает твой кругозор, это повышает твою адаптивность, я не знаю. Но сказать, что нужно именно американское образование, я не знаю. Вот мы этого не видели. Ну, еще раз. Может быть, у нас наша собственная ограниченность состоит в том, что мы его не получили. Может быть, если бы мы получили какое-то местное образование, то мы бы сказали, «Не, ну как же без этого? Это же такое так круто вообще». Да мы приехали в 35 лет, Света, подумай. И нам надо было жить как-то. И мы неплохо как бы устроены. Я не могу сказать, что нам что-то не хватило из-за недостатка образования. Вот как-то совершенно нет такого ощущения. Ну, с образованием все в порядке. У меня даже были смешные истории, что я шла устраиваться на работу тестером, писала PhD, Education. И, в общем, как-то это не зарабатывало совсем. И по прошествии какого-то времени я стала писать просто Bachelor of Science, потому что у меня еще есть образование инженерное. Там, друзья, был промежуточный этап. Сначала она вот ее так, ну как-то, не то что разбирала, но это вот была часть ее сознания, что она PhD, она кандидат наук, все, она писала. Ее не звали никуда. Тогда, значит, ну, у нас некоторая такая борьба шла в виде диалога. Диалог это, когда Света говорит, а я слушаю. И вот, значит, она смотрит, что это я вру. Ну, ну, наверное, это я пошутил. Так вот, значит, когда мы оба говорим, и никто не слушает. И вот, значит, она убрала этого PhD из резюме. Так ее стали звать на интервью. Но дальше, вот этот промежуточный этап, она приходила на интервью, а уже там говорила, что она PhD. И ее не брали. А потом уже, когда вот она все это пережила, и все это устаканилось, она уже не то, что PhD, она уже даже мастера не писала, а писала просто скромный бакалавр. Почему, Света? Ну, потому что здесь никто не хочет брать человека, который по образованию своему превосходит требования к какой-то позиции. Потому что понятно, что человек как бы претендует на что-то большее, да, по своему образованию. Ну, действительно, если я кандидат на УК, а там занимаюсь, там, не знаю, стирание программного обеспечения, явно тут какой-то нонсенс, правильно? И в компании никто не хочет иметь вот такой вот нонсенс в виде человека, который будет неудовлетворен при первом же удобном случае, куда-то сбежит. Но мы-то приехавшие этого не понимаем. Нам кажется, ой, нам бы любой работа, а вот эта вот лишняя бумажка, она как бы наоборот даже хорошо. Но я хочу сказать, что если вы работаете в компании такой как бы иммигрантской, по сути своей, то есть вот я работал там, первая моя контора была, там президент был китаец из Китая, он когда-то в Москве получал образование по физике в 60-е годы, в начале 60-х он закончил то ли МГУ там, то ли что-то, хотя по-русски уже не говорил совсем. И вот они это понимают. Вот в той компании было полно народу, которые были PHD в чем угодно, которые работали просто программистами. То есть он понимал, что они не собираются больше быть PHD по физике. В Америке они как бы довольны тем, что они программируют и так далее. То есть зависит еще от уровня понимания тоже. Вот с кем имеешь дело. Где-то тебя легко поймут, где-то тебя с трудом поймут. В Кремниевой долине, мне кажется, уже люди привыкли ко всему. И никакими визовыми, заморочками ты никого здесь не удивишь, потому что они привыкли абсолютно ко всем типам виз, разрешения на работу и так далее. Здесь много иммигрантов. А в другом месте, так может и... Там, когда ребята, студенты спрашивают, а как сказать, что у меня вот такое разрешение на работу? Я говорю, не говори ничего, пиши green card holder в резюме. Не смущай народ, не давай им повод задуматься лишний раз и усомниться в том, что есть смысл с тобой разговаривать. Поэтому так вот происходит. Да. А красиво, Свет, смотри. Строительство идет новое. Да. Вообще, надо сказать, что очень много нового. Строительство это радует. Ну, видимо, деньги есть на стройку, да. Вообще, очень интересно. Здесь, когда идешь по улице, никогда нет ощущения, что ты знаешь, вообще, где ты идешь. Это как? Вот, знаешь как, мы там росли, мы знали, что доходишь до угла, допустим, тут должен быть гастроном, а тут должен быть универмаг, а тут должен быть что-то. Да. А здесь, поскольку все время на машине есть, расстояния большие, да? То, как ты думаешь, вот где-то там что-то вроде такое есть, но так быстро все перестраивается. Или те же бизнесы просто переезжают. Меняются. Меняются. И думаешь, а вообще, тут такое вот... А, тут еще бизнесы часто выходят из бизнеса. Не, а еще очень смешно было, что мы знали, вот возле нашего дома там должен был быть большой ресторан. И мы примерно понимали, где он должен быть. Это где, где? Ну, вот тут вот, в Калифорнии, вот этот вот, я забыл. А, суши. Да, да, суши, большой. Большой. И мы переехали, и мы все время ездили на машине. Думали, ну вот он где-то здесь должен быть. Мы точно не знали, где, но он должен был быть здесь. И кончилось с тем, что мы увидели пятачок земли, на котором просто полая земля вообще нет. Его снесли. Ничего, его снесли просто. И до сих пор пустырь стоит. И вот это вот интересно. Ты знаешь, ты мне напомнил, что когда мы там жили, вот оно всегда было за углом. Мы знали, что за углом. Да. И тут ребята, которые хотели сделать нам сюрприз, они прошлись по энергетической улице, где мы жили, от дома номер два. Они дошли до института связи. И вот они шли по этой энергетической улице. И ничего не изменилось. Послушай, детский садик, который был в нашем доме, так и остался детским садиком. Библиотека в следующем доме была той же библиотекой. И вот это крыльцо, откуда туда заходили, оно осталось на том же месте. Да, это лицо. И гастрономы, клуб там, и все. И вот вся улица. Единственное, что там изменилось, там каждый сантиметр припаркованного пространства стал. Раньше там машин было очень мало, а сейчас все очень припарковано. А так, в общем-то... Ну да, так вот здесь этого нету, потому что магазины переезжают. Вроде думаешь, вот там был какой-то магазин, вот такой. Ходишь, ищешь, а даже спросить на улице кого-то, как найти, допустим, какое-то место, и он ничего не знает, потому что он едет на машине по навигатору, по адресу. Спросить-то некого, господи. Спросить-то некого, да. Друзья, если вы сможете увидеть, вот я камеру даже специально разверну немножко, вот там такие из зеленого такого бутылочного стекла здания, и там на одном даже написано, но может быть вам трудно прочесть. Это здание компании Oracle. Ты хочешь доехать нам должен? Ну подожди доехать, вот они торчат, вот сейчас мы... Нет, нет. Ну смотри, смотри, вот сейчас раз, вот справа, вот они, Oracle, видишь? Там много таких бутылочных. А, так я думаю, уже 92-го. Да, вот. Мы едем в Сан-Франциско, а по дороге вот тут Oracle, но как было не показать Oracle? Да. На самом деле, тут вот так вот только головой крути в разные стороны, и все названия известные. Да. А вот справа Motel SX, называется Motel SX. Это единственная оставшаяся еще дешевая гостиничная сеть. Там за 60 долларов, плюс-минус там, пятерка, значит, можно заночевать. Ты так головой крутишь, что нет? Нет, меньше 80, вообще ничего нет. Это зависит от момента времени. Бывает, бывает, что есть. Хотя дорожает все, да, я согласен. Да, жизнь дорожает. Вот я разговаривала с приятельницей из Германии, она сказала, что у них рента, квартира с одной спальней, это 900 евро в месяц. В Мюнхене? Евро или доллар? Евро. О, слушай, это тоже не дешево. Ну, да, она говорит, что это не дешево. А хотя она там уже живет последние лет 20, в одной и той же квартире. мы там были у нее. А у нас здесь с такой же одной спальней квартиры будет стоить 2000 долларов. То есть, знаешь, у нас здесь все намного дороже, совершенно другие. И расходы зависит от того. Все, так нельзя сравнивать, да, смотреть на зарплаты, на всякие дела. У них тоже Рил Эстейт растет, тоже там уже миллионные стали таунхаузы, которые люди покупали 1400. Тоже интересно. Ага. Ну что же, хорошо. Начали мы с мастер-дегри. И, знаешь что, давай мы, возвращаясь к мастер-дегри, и может быть, я попробую резюмировать эту тему, а ты скажи, насколько это с тобой так, как бы, в резонанс ходит. Значит, я бы сказал так, что если у человека есть высшее образование, да, ну, откуда он там есть? Россия, Украина, там, Киргизия, не важно, Беларусья, если у него высшее образование есть, и он хочет работать, зарабатывать и так далее, то приехал и иди работай. Я не хочу сказать, что учиться не надо. Я хочу сказать, что когда он начнет работать и будет лучше ориентироваться в том, зачем ему это образование и какое именно ему нужно образование, вот, вот тогда, конечно, нужно идти учиться. Учиться можно в онлайне, учиться можно живьем, учиться можно и фуллтайм, и партайм, и как угодно можно учиться, но американская бумажка об образовании для человека, который там, ну, не 22, и не 25, а уже постарше, эта бумажка ему абсолютно ничего такого не дает, чтобы вместо работы фуллтайм учиться, откладывая как бы вступление в американскую рабочую жизнь, а там с пацаньем, значит, там за партой сидеть, особенно, я вижу людей и за 30, и за 40, и вот они вместо того, чтобы работать, идут учиться, это, конечно, неправильно, то есть я за то, чтобы учиться, но я за то, чтобы работать и учиться, вот это, это как бы мой призыв такой, да, нету, нету такой панацеи американской корочки, это, это выдумка большая, а знаешь, я сегодня письмо прочитал, Свет, в комментарии, паренек, который, ну, планирует приехать в США, тут легализоваться, там, туда-сюда, какие-то у него планы есть, он так, может быть, пока смутный немножко, и он говорит, а правда ли, говорит он, он хочет в Нью-Йорк приехать, правда ли, говорит он, что вот нью-йоркские права, права штата Нью-Йорк, они такие, как бы, фундаментальные, что вот, если там показываешь, где-то за пределами Нью-Йорка, то как бы все любят эти права, полицейские, что им доверяют, и так далее, а вот если ты борешь с правами штата Оклахома, или там Айова, там, или еще что-то, то полицейские этого не любят, особенно в Нью-Йорке, потому что, есть большое подозрение, что права у тебя эффективные, липовые, да, я, ребята, вы не видите выражения лица Светланы, но это примерно такое же, как у меня было, когда я это прочел, значит, я это к чему рассказываю, Свет, к тому, что, чего только не начитаешься, да, ну, информация, вот это для того, мы канал-то и ведем, чтобы немножко рассказать, хоть пускай это будет маленький кусочек того, что есть на самом деле, чтобы людей не было никаких домыслов, ребята, права абсолютно равноценные, неважно из какого штата, нету привилегированных штатов, я могу сказать, что меня лично останавливал полицейский за 25 лет, может быть раза два, а может быть три, каждый раз это было связано с нарушением правил дорожного движения, с моей стороны, один раз я ехал с просроченными, помнишь, у меня наклейки не было на номерном знаке, там есть наклеечка, каждый год надо наклеивать, что-то заплатил дорожную пошлину за следующий год, и вот я ее возил там где-то в багажнике или дома осталось, я не помню, и вот я ее не наклеил, вот меня за это однажды остановили, но, что я хочу сказать, что встреча с полицейским, даже если у вас полный багажник там пулеметов ручных, является крайне редкой, если только вы не начнете нарушать что-то или как-то себя проявлять неадекватно на дороге, привлекая к себе внимание, вот, а насчет того, что права, я даже представить сегодня могу, неужели права штата Оклахома легче подделать, чем штата Нью-Йорка? Нет, ну конечно, хотя мы знаем, что есть, это у нас называется фейк-айди, ненастоящий, да, и очень часто молодежь, у нас же не продают спиртные напитки до 21 года, когда они покупают себе такие фейк-айди, что можно будет купить там... Но тут еще тонкость, понимаешь, когда у тебя просто фейк-айди для магазина, это одно, когда у тебя драйверс лайсенс, и полицейский сразу этим драйверс лайсенс черканет, у него в машине прям стоит система, и он такой, чирк туда, и это не... Да, это мало не покажется, то есть просто надо иметь в виду, что полицейский идет оснащенный, у них в машине есть компьютер, и он моментально, вот прямо на ходу на дороге проверяет ваш айди. Дело в том, что у нас не просто драйвер лайсенс, у нас это айди, это все равно что паспорт, то есть паспорт нам нужен только, если мы выезжаем куда-то за границу, а вот... Ну, три страны этого достаточно. Да, драйвер лайсенс, это и есть айди, поэтому полицейский имеет возможность тут же проверить, кто вы есть, зарегистрированный ли машина, есть ли страховка, то есть у него все это сразу же возникает на компьютере, и если с каким-то подделанным документом человек попадется, то ему мало не покажется. И неважно, подделано было удостоверение, там водительская штата Оклахома, штата Нью-Йорк или штата Мишиган, да? Да. Сразу вылезет. Я вот просто к чему говорю, есть какое-то чудовищное количество бреда, который гуляет по всяким тусовкам, и я, кстати, когда вот говорю, что читаете форум, говорим про ИС, и мне говорят, вот там... Ну, начинают жаловаться, что там перестали отвечать уже на вопросы, говорят, читай архивы там и еще чего-то, но во всяком случае, если там человек бред напишет, его тут же... ну, или вычистят этот бред, или объяснят вам, что к чему там или что-то, но во всяком случае, вас там не введут в заблуждение, да? Как говорил Остап Бендер, здесь не церковь, здесь вас не обманут, вот, значит, там вас не обманут, вот, хотя не обязательно, чтобы с каждым там было приятно помесить. Ну, вообще, это здорово, слушай, что сегодня есть интернет, что сегодня есть YouTube, и можно какие-то вещи такие вот говорить, и людям становится понятно, потому что, действительно, когда общество закрыто, и источников информации мало, то вот такие вот мысли приходят, это как вот, купают сначала бабу, потом маму, потом всех детей, и... Ну, да, понимаешь, что получается? Когда мы только приехали, то есть мы еще вот, как бы, двумя ногами стояли в том обществе, да? Да. Я помню этот момент, когда я хотел пойти и найти работу преподавателем тайпинга. И... А как знать, где находятся вот учебные заведения, чтобы к ним обратиться? Вот я пошел в библиотеку, в Сан-Франциско районную, и забрал там телефонные книги, вот эти Yellow Benches, со всех counties вокруг, вот, значит, залива, там, может быть, два десятка, ну, не два, там полтора десятка этих Yellow Benches, и нашка находила раздел профессиональное образование, там были эти колледжи, я там брал телефоны, факсы, там... Сейчас уже трудно представлять, что такое было, ну, я сидел, выписывал на бумажечку, там, да, и вот посылал на свое резюме, они как-то откликались, еще и мейлов-то тоже не было? Нет, ничего, это 95-й год, у нас появился первый интернет. Нет, подожди, интернет, это было в 91-м, втором году. Я помню, что у нас первая факс-машина появилась в 92-м, а до этого только... 93-м, Света. 93-м. Да, весной 93-м мы купили факс-машину, чтобы резюме посылать. Да, а до этого только письма слали. До этого слали письма в конвертике. Да. И вот... Как разменилось все вообще? Очень-очень изменилось. Холь, что это факс-машина, если ты помнишь, она была на химической бумаге, то есть бумага была рулончиком, как вот на телеграфе, и она была пропитана химсоставом, и при прохождении тока через эту бумагу значит химсостав чернел. Это было буквально 20 там, что-нибудь, два года назад. Ну, это ты, конечно, получение на отправку там... На получение. А, нет, на отправку что-то. Ну, это было большое подспорье, когда мы были на машине. Да. Что перед этим было? Перед факсом? Что ты выписывал все эти колледжи? Да, мы выписывали все эти колледжи. Сегодня эта задача решается буквально там за 5 минут простым поиском там и так далее. Еще тебе на карте покажут, где они находятся. Правда? Но сейчас другая проблема. Сейчас переполнение, понимаешь, переполнение пространства информации. И я вот ребятам на уроке говорю, вот если вы пошли в гугле что-то искать, вот из первых 100, которые выйдут, сколько будет мусор? Вот там была дискуссия между 99 и 95. Понимаешь теперь в чем проблема? Если раньше была проблема, что к информации доступа не было, то теперь проблема, что каждый забор, каждый столб стал вокзалом, понимаешь? И отличить уже невозможно. То есть надо иметь особые навыки по отвлечению ерунды от информации. Понимаешь? Ну поэтому сегодня очень много, большое значение имеют те веб-сайты, где люди пишут живые отклики, да? То есть только живые люди могут сказать, это ерунда вообще или это не ерунда? Ну, на самом деле я думаю, что вот популярность блогеров, которые, скажем, из Америки, да? Сколько народу стало, и они очень разные, они на интересные темы пишут, хотя темы повторяются, но они по-разному пишут. Если ты сегодня хочешь узнать, как получить водительское удостоверение, ты можешь послушать 10 человек, как они получали. Это дальше тебе надо как-то обобщить, может быть осмыслить, но во всяком случае есть информация. Так вот я к чему говорю, что блогеры заполняют вот эту нишу, потому что люди, которые живут там под воздействием вот этой вот тотальной пропаганды, они не знают, где правда, а вот есть живые люди, вот мы показываем дорогу, понимаешь? Вот мы едем, люди видят дорогу, и это уже не дискуссия, в Америке хорошие дороги или плохие, это дискуссия. И вот конкретная дорога, конкретно вот она шумит, она меня раздражает тем, что она шумит. Она шершавая, друзья. И эти шершавчики от ударов покрышек по ним создают шум, который идет вам в микрофон. Ну, конечно, это для безопасности, но сцепление лучше с дорогой и так далее. Это бетонная такая дорожка. Вот, поэтому мы в некотором смысле, в некотором смысле являемся вот таким контентом, который позволяет людям лучше понять, что такое. Ну, во всяком случае, какой-то экспертной оценкой, да. Что называешь экспертной оценкой? Ну, экспертной оценкой, когда мы какие-то вещи через себя пропускаем и говорим, допустим, это нужно, это не нужно, это лучше, это хуже. Некоторые, с некоторой долей доверия к нам, людей, да. Ну, я бы тогда это не экспертной оценкой назвал, а я бы это назвал просто свидетельствами. Да. Вот мы с тобой свидетели. Живые свидетели. Живые. Вот сейчас потише кусочек, смотри, а сейчас опять шумит. О-о-о. Вкусок полагает. Ой, господи. Знаешь что, если я перейду на полосу правее, там будет тише. Нет, она не выходит, это следующее выходит. О, тихо стало. А сейчас будет опять шумит. А сейчас опять шумит. Вот, друзья, не помогают наши уловки, не помогают. То тише, то громче. И спрячешься. Могли бы специально полосу делать для блогеров, знаешь, и вот удостоверение блогера, и едешь по тихой полосе. А за этим будущее. За этим будущее, да. Да. Сейчас вообще такие проекты есть, что вот дорога, слышишь, является, она дорогая, наверное, в строительстве, но она как бы является одновременно солнечной батареей. Стеклянная поверхность, представляешь, сколько энергии вот это все могло бы сгенерить. Да. Как в райке, что к балеринке динамо привязать, чтобы она не просто так крутилась. Ну, да, да. А еще те, которые, например, ездят, чтобы машины были не просто так, а электроды, и она еще подзаряжалась, вот едет. От чего я извиняюсь? От дороги. Так, надо зарядить над дорогой. Ну, а солнце заряжает? О, свято, это научно, это очень, очень интересный подход. Солнце заряжает, нам машины подзаряжают? Да, так может быть, сверху заряжаться от солнца? Ну, наверное, вот это, какие-то себе домики сваришь, смешные такие. А вот на горе. Да, а вот SAP, смотри-ка, вывеску поменяли на здании, стало SAP. А вот что? Да не помню, тут все время что-то бывает. Вот так, тары бары, растаберы, а мы уже практически приехали в город Сан-Франциско, друзья. Хочу открыть секрет, если нам получится по времени. Да. Мы хотим заехать на Union Square, это самое центральное место в Сан-Франциско. Это как Красная Площадь местная. Да, и я надеюсь, надеюсь, что после Крисмиса там еще не убрали все подготовку красивую. То есть, нас просили показать красоту все. Ну, вот это единственное место, где стоит это все видеть, это Красная Площадь. Ну, это одно из тех мест, где какое-то убранство есть, там елка большая, красивая. Мы уже все убрали, дело такое, Крисмас прошел. А ты помнишь вот это место, где галерея картинная Витковских? Да. Там тоже напротив такое место прикольное, там поют. Помнишь, там такие крисмасовские пения и там елка большая, красивая. Сейчас уже пение, конечно, не удастся, нигде увидеть, но что уже все правильно закончилось. Крисмас прошел. Вот у нас справа Китачи. Да. Июн Технолог. Июн Технолог. Я не знаю, что такое Июн Технолог. Походи из местных. Судя по зданию, приличные люди, но так не на слуху. Вот, друзья, справа это залив. Так называемый Сан-Франциско Бэй. Да. За заливом город Оклендс. А? А смело что? Слова просто лужа. Часть залива. Маленькая такая лужица небольшая. Да. Как Папанов говорил бриллианты в руке. Туалет типа сортир. Вот. Так что лужа типа заливчик. Нет, наверное, она сообщается какими-то трубами на заливе. Ну да, нет, наверное, сообщается, распада есть. Вот, друзья, перед вами пригород. Пригород уже вот начинается жилое там чего-то такое, жилые застройки. Видите, вверх идут улицы под углом. Это и есть Сан-Франциско. Да. Да, сразу так круто начинается. Круто, круто. Знаешь, что я еще прочитал интересно? Значит, сейчас, когда смотрят на рынок недвижимости, кто покупает жилье, значит, есть три категории. Значит, ну, по семейному статусу разделяют. Значит, семейные пары это примерно 70% всех покупателей. И одиночки. Одиночки бывают одиночка мужчина и одиночка женщина. Последняя тенденция сейчас вот во многих местах, в частности, в Сан-Франциско. В Сан-Франциско, в Бостоне, в Сиэтле. Значит, тенденция сейчас такая, что женщина-одиночка начинает покупать гораздо больше жилья, чем мужчина-одиночка. Ты же не не значит, есть места, вот я перечислил, Бостон, Сан-Франциско и так далее, где растет количество женщин, зарабатывающих 100 тысяч и больше, растет быстрее, чем количество мужчин, зарабатывающих 100 тысяч и больше. Так вот, в Сан-Франциско количество женщин, одиночек, зарабатывающих 100 тысяч и больше, растет быстрее. Не достаточно, чтобы купить все недвижимость? Нет, ну, наверное, у них где-то еще отложено. То есть, может быть, женщина-одиночка продала что-то в Лос-Анджелесе, приехала и купила в Сан-Франциско. То есть, мы не знаем, откуда у людей эти деньги. Может быть, она в наследство там получила 20 лет назад дома, сейчас хочет его продать и купить другой. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что моргиджи не давали несколько лет толком. Особенно, если одиночка, один доход в семье. То есть, их, ну, не то, что дискриминировали, но у них тяжелое время было. Зависит от того, какой доход. То есть, один большой. Тем не менее, они были в тяжелом положении. А сейчас процент женщин-одиночек, покупающих жилье, пошел в рост. Вот такое интересное явление. И если, друзья, если нас смотрят женщины, которые думают о том, чтобы зарабатывать больше 100 тысяч долларов, то я хочу сказать, что вот город Сан-Франциско, в который мы сейчас въезжаем, это очень правильное место для этого. Хотя, здесь очень дорого жить. Здесь дорого жить, но есть Бостон, есть Сиэтл, в общем, почему нет. Там есть еще, там еще Фресно, почему-то Фресно, я не знаю. Такой немножко in the middle of nowhere, такой городок, в Калифорнии. Вот там сейчас рост пошел. Пойди знай. если уже покупать, там еще не пошел рост, то вы собирает цель. Хотя сейчас в Реал-Эстейк... Я имею в виду просто зарплату бросить. Да, в Реал-Эстейк. Нет, нет, в Фресно Реал-Эстейк не может сильно бросить. Там мало людей, которые хорошо получают, и там, собственно, я даже не знаю, с чего там. И там степь, строй сколько хочешь. То есть я не думаю, что в Афресно именно Реал-Эстейт вверх идет. Но надо посмотреть. В Фресно не по часа два отсюда, да? В Фресно отсюда часа три, а может быть и три с половиной. Не отсюда, а от того, где мы живем. Отсюда еще час. Да. Вот, ребята, это вот такие нагромождения фрегей. Может быть нам сделать такой плейлист, слышишь, и назвать его Болталки. Ну, так и назовем. Правда? Вот едут люди, болтают. Болталки, ни о чем. Болталки, ни о чем. Значит, мы можем даже спеть что-нибудь. Ну, сейчас. Ты знаешь, что вот, когда на простор едешь, он располагает, а вот здесь как-то уже все-таки дома. Здесь, да, здесь как-то вот вставливает, вставливает. городская вот эта вот картинка. Участочки маленькие, домики высокенькие. Да. Негде легкие расправить. Кучненько, так тесненько, кучненько. Да. А на просторе хочется петь. Да. А какой у нас вообще репертуар, кроме широка страна моя родная, что мы вообще можем обычно заспыватый? Ну, не знаю, я так вот прям это должно настроение быть. Ну, да. Должно быть. Да, сейчас настроение просто новогоднее какое-то. Да. Ну, Джинго Белл мы петь не будем. Нет, Джинго Белл мы не будем петь, тем более, что от Крисмаса это не наш репертуар. Ты думаешь? Ну, у меня как-то слились вместе Крисмас с Новым Годом. Ну, вот это елка, Дед Мороз, он же Санта-Клаус. Да, вот смотрите, какой красивый вид города. Ну, что тут Крисмас, что тут красиво? и тем не менее, вот такой город, Новый Год, зеленый солнце. А, просто ребятам не видно, что справа тут складские помещения, полфортовые. На холме, видно. А, на холмах, да. Вот здесь такие крыши все одинаковые, это что-то такое более новенькое. Вот здесь вот как прямо, да, по курсу, оно все такое в равнобой. Это, друзья, далеко не самая дорогая часть города Сан-Франциско, хочу я вам сказать. Это правда. И вид у них, вот те, кто на нас смотрит, вид у них, ну, кроме нас, можно считать, хорошим видом, хотя хайвей, конечно. Ну, вот там, посмотри, какие хорошие домики. и эти все хорошие домики окошечками смотрят прямо на порт, точнее, на, как бы сказать, склады портовые. Вот. Довольно, довольны, что сказать, агли, можно сказать, англейским словом, агли. Ну, послушай, сегодня вам по карману, в общем-то, это все стоит дорого, даже с нехорошим видом. Да, в конце концов, можно шторки повесить. В видео уже не идет. Но сам погода, смотри, какое дивное небо голубое, домики разноцветные, приятно, оно красиво. Зима, зима. Марк Твен сказал известную фразу однажды, что самая противная зима в моей жизни, это лето в Сан-Франциско. Лето, друзья, лето, а сейчас у нас в Сан-Франциско зима. Да, у нас сегодня были ночи заморозки на почве. Да ты что? И как почва? Про почву я не знаю, но когда я утром выносила мусор, то корзина мусорная была прям покрыта льдом, ее можно было так воскрябать. Ну, я думаю, заморозками это нельзя назвать. Ну как, это лед был? Ну да, я думаю, заморозки, заморозки, это когда промерзает земля. Да, промерзает, когда пассивные, пассивные пропадают. Да, но я думаю, что поскольку у нас есть всякие теплолюбивые растения, то может быть, они от этих вот морозовых погибнут. Ну, я думаю, что если немножко так, с утра там это... А вот смотри, какая-то машина торчит, написано пламень. Да, это рекламная автомобиль. Ну что, друзья, мы приближаемся к нашей цели, нам тут осталось 4 мили и по тяжелому трафику, поэтому я считаю, Света, что болталку мы сегодня можем закончить. Мы массу интересных тем осветили. Вот. И придется работать, друзья, придется работать. Вот как приедете. Нет, ну можно там жить и не работать. Нет, нет, я говорю в Америку, если приехал, я про учиться. Учитесь и работаете, учитесь и работаем. Наоборот. Работаете и учитесь, работаете и учитесь. Или просто работаете. Тоже неплохо, тоже неплохо. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok